Я хотела рассказать про прикол про украинцев. Говорят, еще несколько лет назад писали, что они знать не знают ничего про Крым. Большинство из них в нем не было. И поэтому, когда их подстегивает патриотизм что-то писать про Крым, отдайте нам наш Крым обратно, они понятия не имеют, о чем говорят. Это все равно, что у нас бы москвичи говорили о каком-нибудь острове Сахалин, о какой-нибудь Якутии, где они ни разу не были, они не знают, что это такое, какая там погода. Мне недавно встретилась в интернете женщина, которая на полном серьезе говорила про Сибирь. Кто-то там был из Сибири, другая женщина, собеседница. И она говорит, во что в Сибирь ссылку согнали? Она не знает, что Сибирь, чуть ли не треть занимает площади страны. Это огромная территория с разным климатом. И Сибирь, она не поверила. У меня просто детство прошло в Сибири. Я знаю, насколько там жаркое лето и что она может быть жарче Крымского. Реально, там в мае уже ходят в шортах, а здесь очень долго все раскочегаривается. Так вот, она не поверила, значит, в это. При этом не в Крыму, не в Сибирь, естественно, она ни разу не была. Точно так же, как и украинцы, которые в Крыму не были. Так вот, одна девица, значит, пишет мне. Значит, в Крыму больше украинцев, это ее цитата, тупо территориально. По статистике, я не знаю, ну, по-моему, в среднем по всему Крыму, но по Севастополю 14% украинцев при переписи населения указали себя, видимо, как украинцы, украинцы, в графе национальности 14%. То есть они считают, что тут большинство украинцев, они вообще не знают истории Крыма, что, как, почему, кто здесь все построил. Не знают, что Украина ни одного города не основала за всю историю, за все 20 лет. Вот, кто такие украинцы. То есть они борются за то, что им по факту подарили, где они ничего не построили, ну, в каком-то таком масштабе, типа вот, типа Керченского моста. Только свои особняки на берегу моря, вот и все.